Кому должны, прощаем. В США поставлен новый антирекорд. Государственный долг этой страны впервые в истории достиг 21 триллиона долларов. Почему Трамп не смог урезать расходы, разбирался Дмитрий Анопченко. Сколько должна Америка? Минфин страны буднично подсчитывает каждый день и ежедневно публикует статистику. Суммы тут с десятью нулями. Долг давно уже не сотнями миллиардов, а триллионами считают. Вот официальные данные казначейства. В начале прошлого года госдолг больше 19 триллионов. В сентябре 17-го перевалил за 20 триллионов. И на днях превысил отметку в 21 триллион долларов. Это значит, за год правления Трампа государственный долг страны вырос больше, чем на триллион. С одной стороны, это вроде бы не так и много. Ведь за 8 лет президентства Обамы долги США вообще в два раза увеличились. С другой, все равно сильно бьет по репутации Дональда Трампа. Ведь баллотируясь, он как раз нещадно критиковал демократов и обещал затянуть пояс и не увеличивать долги страны. Президент был свято уверен, сможет урезать расходы. А значит и долг не просто расти не будет, а реально уменьшится. Но сейчас ему срочно понадобились деньги на армию. Да и налоговая реформа по бюджету ударила. Бизнес вздохнул свободнее, но страна меньше средств получать стала. Вот и решили действовать в точности, как предшественники. Занять еще больше денег у Федеральной резервной системы. По сути, напечатать еще триллион. Причем, далеко не в последний раз. В этом году плановый дефицит бюджета, примерно 800 миллиардов, в следующем может порядка триллиона долларов составить. И в этом экономисты видят очень большую опасность. Полгода назад, когда госдолг Америки достиг 20 триллионов, тогдашняя глава Федерального резерва Дженет Йеллен, выступая в Конгрессе, произнесла фразу, напугавшую очень многих. Мол, ситуация сейчас такая, что жители страны должны ночью в холодном поту просыпаться. И понятно, что нынешний антирекорд – это тоже мина замедленного действия для экономики. А еще момент истины для Дональда Трампа. Момент, когда он должен решить, как поступит. Пойдет на непопулярные меры, но урежет расходы? Или решит сохранить остатки рейтинга? И все будет по-прежнему. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».